здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня мы будем говорить о г-т-о да да особенно люди которые помнят советское время когда gto было обязательным таким но символом что ли жизни не только кстати молодых людей в армии gto было я помню вернулся оттуда со специальным значком даже где-то на меня хранится но потом был перерыв и вот сейчас готов в новом формате к нам возвращается об этом и вообще о спорте и о возможности не только малых спортивных достижений но и вполне себе великих спортивных достижений мы говорим с нашим гостем евгением петровым чемпионом и рекордсменом мира по жиму лежа и становой тяги 2014 года чемпионом мира по армлифтингу 2020 года вице-президента федерации масс-рестлинга московской области мастером спорта международного класса и все это наш гость к тому же он еще и руководитель с недавнего времени центра тестирования gto городского округа люберца здравствуйте евгений здравствуйте конечно теперь вас уже надо евгений александрович называть потому что вы уже лицо официально вообще вот руководитель центра как вам предложили эту работу потому что у вас какой-то невероятный список я так поняла вообще спортом с какого возраста занимаетесь на самом деле с раннего детства но более-менее так уже в активной фазе с десяти лет пять лет занимался футболом а вот с 2011 года когда скажем так уже попробовал свои силы в спортзале фитнес-клуб цитрус в томильно у нас есть в тягу пошел до пришел попробовал вообще свои силы в жиме лежа получилось у меня 45 килограмм выжать я тогда понял а почему бы не стать большим и сильным и вот так вот так вот все пошло первое соревнование 2012 году 85 килограмм потом 2013 чемпион чемпионат россии сразу чемпион большая конкуренция на самом деле было но удалось вы выжать 120 килограмм и выполнить первый разряд ну и в 2014 уже по юношам поехал на чемпионат мира и российскую федерацию достойно представил 155 килограмм весовой категории до 110 килограмм среди юношей это звание кмс получается и в становой тяги 235 килограмм и там и там мировые рекорды ну 10 лет то всего фактически во вашего такого было вот с того момента когда вы с футболом как бы завершили ну да но если так вот мне было 10 лет а уже на чемпионат начал в 17 того стараться хорошо но в любом случае ведь весь спорт условно говоря спорт высших достижений как собственно говоря и спорт а но если не брать исключительно физкультуру он делится на два основных блока это игровые виды спорта и все остальное ну и конечно же любые виды спорта подразумевают какую-то подготовку но сегодня мы конечно же вспомним две медали не просто так лежат я думаю второй части мы с вами обязательно вспомним было и и попытаемся понять может быть кому-то готова поможет кстати потом до 100 меня да ну побить может быть какие-то новые рекорды мы всегда этого ждем тем более что как бы там чего не происходило рано или поздно все вернется на круги своя поэтому тренироваться нужно но сейчас а гто и так кто вам предложил как вы стали но в дерево начальником готова но в дирекции спортивных сооружений городского круглюберца я работаю с 2018 года начинал инструктором по спорту как раз скажем так тренером по тяжелой атлетике был трудился 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 был небольшой период когда я уходил на срочную службу в армии ну и позже позже вернулся так сказать в родную гавань и сергей владимир стреколовский доверил мне такое направление возглавить и вот уже третий месяц это направление развиваем активно среди всех категорий населения и надеюсь что в скором времени мы уже увидим первые отличные результаты но уже могу констатировать то что более 500 человек за месяц приняли участие сдачи норм готова и более ста более 100 даже на на более 150 получат знаки соответственно бронзовые серебряные золотые зависимости ну вот мы сейчас конечно же подойдем потом главному вопросу а зачем это надо но пока все-таки я припоминаю речь об этом шла в общем-то довольно давно уже возродить некую систему тогда она называлась до готов к труду и обороне но если раньше еще копнуть то там а савиахим когда-то был чем до сов это все так скажем как бы мы не просто готовим людей мы готовим людей если завтра что-то случится то вот человек будет спортивный подтянутые любую минуту может помочь стране но если говорить исключительно о спортивных или около спортивных направлениях то это как бы мы следим за здоровьем до человека но мы с вами прекрасно понимаем что у нас врачи здесь бывают их у нас кстати и спортсменов и врачи примерно поровну в гостях почему потому что это как бы две стороны а до 1 а далее да вот если ты хочешь быть здоровым и крепким то тебе нужно заниматься спортом опять же правильным спортом и под присмотром хорошего тренера вот как вы говорите и вот я знаю что когда обсуждался этот вопрос как-то люди сомневались но кто сейчас будет куда-то идти тем более тоже не обязаловка одно дело когда скажут что всем пойти там на не знаю может быть такое ездим это предприятие говорят все пойдем на готово вот как это сейчас работает где вы берете как это спортсмен участник норм сдачи готов какой какова схема мы активно скажем так сотрудничаем с управлением образованием и соответственно имеем связь со всеми образовательными организациями соответственно учителя которые ведут физкультуру они общаются с своими обучающимися выявляют сильнейших готовят их и непосредственно уже формирует список заявку приказ все как положено и соответственно подают заявку приезжают в назначенный день и мы принимаем нормы у них соответственно то что они скажем так наработали мы это видим и самое главное то что если золотой знак ребенок получать девятом классе особенно там как выпускники 11 класса они дают дополнительные баллы соответственно в основном выпускники для них это приоритетный для нас приоритетно и очень это им помогает то есть один балл даже решает при поступлении вуз ну получается вот таким образом что это насколько сейчас частей по возрасту делится у нас получается с недавнего времени уже 18 ступеней то есть шестилетнего возраста и прям хоть до 90-летнего могут все граждане российской федерации сдать если какой-то у них скажем так что-то у них отстает они могут это заменить ну например вот мы возьмем первую ступень готова ну например ну соответственно мальчики девочки вот если у него в пятой ступень в это в пятом задании в пятом обязательном в пятом испытании у него стоит метание теннисного мяча в цель дистанции 5 метров количество попаданий считаем если он не очень хорошо металла может заменить это челночным бегом и если же нет вообще плаванием а то есть даже две замены может быть да я вот челночный бег точно бы не выбрал бы но может быть я попытался бы метнуть либо вот сразу в плаванию да соответственно если мы берем например более взрослую категорию ну например шестую ступень если ребенок не умеет там или у него не очень хорошо получается подтягиваться то он может например отжаться от пола то есть вот это заменить то есть это на самом деле такая очень популярная скажем так замена или такой выбор если ребенок не сильно подтягиваться всегда отжимать и наоборот кстати как спортсмену сейчас вопрос на секундочку отвлечемся в это почему все-таки подтягивание не всем дано даже вот в таком молодом возрасте что я помню что это было два было таких не для для людей которые но со спортом не очень дружат так откровенно скажем но молодую крепкие вот это было подтягивание это был канат это что слабые руки или что но что надо подкачать что нужно подкачать естественно это спина широчайшая мышца и естественно бицепс то есть бицепс да если эти два два вида мышцы развитые соответственно вопрос проблемы с подтягиванием быть и не может но они как-то бывают развиты у кого-то природу наверное кому-то надо подписывать именно в турники заниматься да те кто активно это делают и постоянно стабильно у тех проблем нету там подтянуться 10 раз 12 или 15 как у них на золотой знак норматив соответственно те кто этим меньше занимаются те больше но отжиматься все-таки такой классический вариант практически каждый может подросток это сделал поэтому но на такой вот классический вариант как отжимания всегда вы могут заменить а я подержу давайте мы напомним все-таки какие группы существует значит от 6 до и так далее чтобы наши телезрители могли понять в какой-то 1 ступень от 6 до 7 лет 2 ступень от 8 до 9 лет 3 ступень от 10 до 11 лет 4 ступень от 12 до 13 лет 5 ступень от 14 до 15 6 ступень от 16 до 17 7 ступень от 18 до 19 далее идут более руки более крупные до 8 ступень от 20 до 24 9 ступень от 25 до 29 лет 10 ступень от 30 до 34 11 ступень от 35 до 39 12 ступень от 40 до 44 лет 13 ступень от 45 до 45 до 49 14 ступень от 50 до 54 15 ступень от 55 до 59 на 16 ступень от 60 до 64 лет 17 ступень предпоследняя от 65 до 69 лет и 18 ступень от от 70 и старше то есть там нет ограничений ограничений нет и подчеркну то что в каждой получается ступени нормативы делятся на соответственность для мужчин и женщин они примерно похожи но естественно отличаются по непосредственно нормам ну вот тут тоже возникает вопрос что когда ну совсем еще школьников ну либо родители заставляют потому что понимают что может не хватить либо школьники сами на это идут сейчас есть очень продвинутые ребята которые прям везде эти очки зарабатывают чтобы добыла у них чтобы меньше не отмечать летом а вот но а что происходит с людьми там 25-30 лет и уж тем более 50-70 зачем им это как правило приходят сдавать именно те кто работает в определенных структурах у них на работе определенные есть стимулы для чего не сдают но у кого-то это премии у кого-то это звание дополнительно у кого-то это может быть как в портфолио очень вкладывается и он может там вырасти в чем-то поэтому это вообще интересно для всех и просто проверить свои силы ведь здесь мы проверяем и выносливость свою и координационные способности и прикладные навыки и силу и гибкость то есть здесь это вот такой вот гармоничное развитие человека если он может и пробежать три километра и хорошо подтянулся и отжаться от пола и скажем так но наклониться тоже наклон приводит прямыми ногами не сгиба без изгиба тоже это упражнение не самое любимое было соответственно и вот это вот все если человек издает на золотой знак мы понимаем что он гармонично сформирован вот это очень важно быть всесторонне развитые гармонично развитой личности ну вот во второй части мы поговорим и конечно вернемся еще к теме gto и поговорим с аниме евгением он напомнит нам как он становал остановился гармонично развитые спортивной личностью да еще не просто а тот кто получает медали то он еще супер гармонично развитый получается немножко до отличие сейчас вы занимаетесь базовой моделью потому что даже золотой знак это все таки не золотая медаль но это такая выше то все что ты можешь из организма ты вытаскивать конечно а вот а насколько он путь спортивный и плюс даже если у человека не спортивный путь но он сможет своей вот жить дольше чё уж там грех ответ правда я сделаю небольшую паузу напомнишь нас гостях евгений петров сейчас представлю как руководители центра тестирования gto городского округа люберцы дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях евгений петров чемпион рекордсмен мира сейчас работает ну мастер спорта международного класса работает руководителем центра тестирования gto городского округа люберцы и вот тут возникает вопрос ведь вы сами собственно говоря проходили это все но фактически для себя тогда же готова вот в этот ваш промежуток не было вы сами для себя ну плюс наверно какой-то тренерский коллектив плюс обучение потому что вы же студентом года были да да неоднократно неоднократно то есть а что значит студент года за что дают конкурс где вы учились скажите тогда учился в московском государственном областном университете тогда он так назывался и в 2015 году там вообще традиционно всегда проходил конкурс студент года а начала на скажем так на базе университета внутри вузовский и я подал как раз заявку в номинацию спорт успешно победил и в 2016 уже году учредили конкурс студент года московской области тогда тоже победил в номинации спорт не на всероссийском уровне стал в тройке лидеров то есть лауреатом 2017 году стоялся уже конкурс студент года московской области уже второй и я победил в номинации гран-при то есть дал непосредственным абсолютным победителем она россия уже стал вице-студент года то есть второе место среди всех студентов россии это очень высокий результат и непосредственно благодарю вообще весь свой коллектив скажем так профессорско-преподавательский все работали на джаве равенда все работали да все родились ну естественно без поддержки моей родной семьи об конечно не справилась с такой огромной задачей но результат какой есть такой есть но вот смотрите тут интересный такой момент ведь вы же сами этого хотели когда вы начали сами осознавать что вот я пойду там но не знаю на больше как бы утяжеление своего значит упражнения что это же тренировки то есть вы сами или кто-то все-таки у вас там может быть родители гриля ну иди вот туда занимайся или вы как-то сами для себя принимали решение но мама меня пригласила позаниматься как я уже рассказывал фитнес-клуб цитрус я познакомился там с залудским романом неоднократным чемпионом всевозможных наверное соревнований как раз таки по силовым видам спорта в частности по жиму лежа и вот мы с ним уже общаемся тринадцатый год вот у меня как-то как направил вот как я под штангу скажем так залез начал ее выжимать и мне вот именно качество силы качество силы как раз вот в ступени готов хотелось развить максимально и вот лучший результат я достиг 190 килограмм ну вообще за всю свою историю миллион также начала еще и развивать многоповторный жемлю на это уже так скажем так силовая выносливость то есть такое уже больше то есть это началось его соревнования даже с собой да все получилось что у меня там в это силовой выносливость и лучший результат 140 на 15 это получать как бы богатырский жим и непосредственно 120 килограмм на 26 раз и там и там это примерно нормативы мастера спорта международного класса как раз таки вот он здесь вот держит всегда его стараюсь подтверждать и держать в этом форму но вот этот предел грань пройти уже очень сложно когда-то скажем так на вершине еще большую вершину покорить но очень больших усилий ну да это получается кто-то вообще ничего не покоряет и как бы на физкультуре не заканчивается вся история а то начинают там болит там болит мы же видим что 20-30 лет ребята иногда выглядят но ходят уже как 40 лет не до хотелось бы да есть люди которые ну и конечно кому-то природа больше дают но все равно достижения задача борьба и прежде всего на борьба с собой это возможность себя изменить ведь как и в системе gto это же там вот мы сейчас в перерыве говорили есть какая-то на золото на бронзу на серебро да есть некая графа где там вот сила написано это что графа нот как раз таки сила это у нас не измеряется на чем-либо подтягиваниями и либо отжиманиями на полу ну а пола вот если человек например понимаешь что него в этом направлении есть развитие ему хочется то есть он сам ставит себе задач а ну-ка попробую я так плюс хороший тренер плюс хорошая подготовка отказ от каких-то но искушений которые нас окружают и потом вдруг раз и появляется человек вот с двумя как минимум с двумя сейчас потому что медали ты наверняка много вы принесли да и медаль что это за медали это получается медали две медали чемпионата мира по жиму лежа и становой тяги а давайте покажем ее вот она такая большая но видимо так и должно быть что там где тяжело то и медаль должна быть тяжелая да получается первая медаль это чемпионат мира по жиму лежа но он проходил два дня по жиму лежа 155 килограмм удалось пожать ну и в становой тяги соответственно вторая удалось зафиксировать вес 235 корм оба являются мировыми рекордами среди юношей понятно ну я так понимаю что какие вот ощущения есть в ведь вас небольшой срок прошел между тем как вы начали как вы говорите под штангу стали и вот медалью когда вот грамота то ну когда маленький дах приятно все победил победил а тут прямо уже настоящая медаль уже настоящий чемпион и рекордсмен мира какие ощущения но скажем так вообще это непередаваемо это очень необычно так как за четыре года достичь такой результат но скажем так ну честно будем откровенно нереально не всем дано не в принципе реально но очень кропотливый очень скажем так должен быть человек трудолюбивым любящий свои зарядиться нужно на и все равно быть заряженным и вот эти к цели не скажем так не сдаваясь и всегда 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 работая над ошибками потому что можно получить травму и они были и не без этого ну какой спортсмен скажем так и без травм поэтому самое главное когда ты этот барьер получаешь перед собой его нужно перейти перешагнуть то есть скажем так и ну не из кожи вон но иметь очень такую сильную выдержку и волю к победе а что вот это за знак у вас на пиджаке а но это получается знак мастер спорта международного класса как раз таки по жиму лежа да вот видите вот такие ордена и медали спортивные до которые зарабатывают наши гости в частности евгений петров у нас часто здесь бывают люди чемпионы мира по самым разным видам спорта что опять же доказывают что люберцы как известно территория спорта но вернемся к гт ой тут возникает вопрос у скептиков есть такая тема что спорт больших достижений может и покалечить людей изменить им жизнь например некоторые родители почему-то решают что их ребенок должен быть большим теннисом заниматься тоже там большие деньги да чё ж там греха то и так она есть и вот они начинают его ну мучить как бы пытаясь сделать ему хорошо по-своему но тем не менее поэтому некоторые скептики говорят вот г то тоже такой придумали систему вот зачем это но если хочет человек спортом заниматься ну пусть занимается не хочет не надо ведь наверняка на каких-то предприятиях есть обязаловка ну вы вот пойдите сдайте гт о то есть наверняка вот как вы будете парировать такую позицию что спорта он иногда может быть но не очень приемлем для некоторых людей но скажем так то что человек хороший человек хорош во всем во всех направлениях и самое интересное самое главное в комплексе готова это то что человек 6 лет с раннего возраста может уже скажем так заявить о себе и проверить свои физические качества но и в течение всей жизни то есть он в другую ступень переходит 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 и он может этим нормам соответствия соответственно будет гармонично развиты он всегда сможет понять скажем так на что он способен и вот на что именно готов он именно в эту минуту то есть не обязательно идти в большой спорт а просто следить за за бой как то есть это бестаблеточный способ скажем скажем так большим и вообще да вот природный то есть если на человек выполняет в любом возрасте на золото все эти нормы соответственно гармонично развиты и вообще спортивен и атлетичен да но это при том условии если мы четко доверяем тем людям которые разработали эту систему и вот тут возникает вопрос кто ее разрабатывает кто принимает участие в нормах г то почему там 7 раз они 8 или не 6 почему там 25 они 23 это как врачи и тренеры какие-то спортивные чиновники кто эту схему это разработано министерство спорта российской федерации соответственно она же идет из с истории причем с история ссср и соответственно люди разного возраста могут разные но возможно не можем заставить условно там 70-летнего человека потянуться 20 раз естественно то очень тяжело с учетом возрастных особенностей с учетом вообще динамики населения соответственно тоже комплекс только у нас развита и у нас применяет соответственно все эти пункты учитываются и делают как бы общий знаменатель такой вот что человек именно в этом возрасте на что вообще способен соответственно здесь это такой комплексный такой консенсус так некий вот выведен и мы этот общий знаменатель скажем так уже на людях и применяем а как врачи к этому относятся потому что опять же есть там наверно два опасных внук вообще конечно неправильная работа со своим организмом всегда опасно но все-таки сами маленькие с 6 лет да ну там 6 до до 20 на этот большой промежуток это когда ну можно ребенок или родители или неправильный подход навредить для человеку ну и конечно вот уже супер зрелый назовем возраст вот врачи как-то отслеживают это это же сделано наверное вместе с ними и присутствует ли врачи там при сдаче гтонут некая медицинская составляющая в этом есть ну конечно во первых а если у ребенка есть какие-то там проблемы со здоровьем естественно если он придет к терапевту и скажет я хочу сдать комплекс гто ему скажут либо ну ну вот в этом скажем так в чем у него проблемы реабилитироваться немножко и подготовиться лучше ну допустим у него там повышенное сердцебиение или тогда соответственно не каждый дождь допуск еще получит но естественно каждом приеме нормативов имеется врач он за всеми этими нюансами следит направляет если кому-то там не очень хорошо становится естественном прекращает сдачу свою ну и там готовится уже нас либо заменяют да опять же вот это да еще способ замена не только возможностям и по здоровью помнится мне что когда опять же вот мы говорим про советское время пытались в школе ну в школе же есть вать своя физкультура и спортом разных значит отрезках учебного процесса разные идут занятия но гто насколько так понимаю на сто процентов так и не удалось ввести чтобы прям сдавали нормы гто то есть школа отдельно нормы готов все-таки отдельно хотя элементы там присутствовали нет ли сегодня желания у спортивных чиновников фактически вы тоже сейчас спортивный чиновник до сделать нормы гто каким-то обязательным условием но если не в школе например то вузе потому что вот я работаю вузе я вижу как этих несчастных значит студентов несчастных потому что они вроде пришли там учиться совсем не спорта их вот тянут сейчас в этот холодный уже октябрь куда-то там бегать вот есть такие разговоры о том чтобы гто все-таки сделать где-то обязательно вопрос на самом деле очень интересный очень скажем так непростой и стоит все-таки на нем поразмышлять и подумать но в данный момент логика есть в логика конечно есть да если допустим именно в спортивный вуз если приходит абитуриент да и он уже выполняет норма гто на золото естественно он должен быть скажем так в приоритете нежели тот допустим который сдал на бронзу или не имеет вообще знака что касается вообще всех студентов я считаю что это разумная общая инициатива стоит ее обязательно проработать продумать посоветоваться и почему бы нет то есть все у нас будут категории а это именно студенты вообще обучающиеся спортивные а это здоровье это успех и их это и престиж и долгая жизнь и долгую и долгую жизнь и приятно смотреть на атлетичную вообще человека конечно да ну что ж вот такой был у нас разговор напомню что евгений петров здесь у нас в студии чемпион рекордсмен мира по жиму лежа и становой тяги 2014 года вот рассказывал о том как он к этому пришел к футболу вы уже все охладили или может нету мяч погони мне мяч конечно погони на тренировке и на тренировке и прям болельщик всегда понятно за все да да чемпион мира по армлифтингу двадцатого года вице-президент федерации на средстве на московской области мастер спорта международного класса джем говорит специальный знак но и руководитель центра тестирования gto городского округа либерца который приглашает всех прийти попробовать свои сайт попробовать свои силы очков на всех хватит конечно можете не сомневаться напомню что это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания а